Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Ильжа Александр, и в нашем старом добром Равенфилде появилась сюжетная большая миссия, в которую мы сегодня с вами и попытаемся поиграть. Сюжет для Равенфилда это вообще что-то новенькое, как по мне, и если вам, друзья, понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А это, кстати, наш протагонист, за которого мы, наверное, и будем играть, он прибывает с отрядом спецназа куда-то, у них есть рация. Извините, босс, я становлюсь только статичным в коммуникациях. Что? Кто-то должен запускать наши частоты. А, он не может разобраться с рацией, как я понимаю, да? Окей. Да, и правда, радио не работает. Значит, у нас нет никаких указаний конкретных, да, и придется разбираться на месте. Что делать, как делать, и... Куда делать? Майор, атакуют силы, готовы атаковать цитадель. Как только взлетно-посадочная полоса падет, я сигнализирую атаку. А, я понял, мы должны занять точку и подать сигнал для атаки больших сил. Тогда все будет здорово. Окей, чисто такая вот спецгруппа проникновения, спецназ, который должен все подготовить для масштабного сражения. Я понял, я понял. Талон один. Мы будем там. Окей. Это интересно. Работать втихую. Аккуратно. Пстелсова. Не попадаясь на глаза. У нас есть все необходимое спецоборудование. Приборы ночного видения. Глушители. Винтовки хорошие. Ну, странно, что до сих пор на нас никто не напал. Как бы вообще никто. Мы спокойно приплываем на вражескую базу. Хотя, а, это, наверное, не совсем база, а городок. А база будет. Да, база вон там. Хорошо. Будем пробираться. Чуть дыша, чтобы нас не заметили. Итак, из оружия у нас есть пистолет с глушаком. И, конечно, винтовка. О, наши ребята уже начинают обстреливать. Их зовут вороны. Они не знают, что мы идем. Давайте, мужики. Отработали нормально. Даже после того, как мы в него попали. О, 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 о. Там еще, ребятки? Нас заметили? Надо немного ниже стрелять. Я думал, по баллистике надо повыше брать. Но нормально и так. Есть. Уокер убит. Ну, оружие у нас классное. Меткое, четкое и тихое. Особо внимания мы к себе не привлекли. Но проблема-то в том, друзья, что меня смущает. Так это количество боеприпасов. У меня тут 30, ну, суммарно получается 200 пуль. 200 патронов. И для пистолета что-то около 48. Этого реально мало. Так, действуем аккуратно, максимально. Может быть, где-то боеприпасы получится взять. Или переключиться на одного из наших бойцов. Они пока за нами следуют. Тихо, спокойно. Но... Буду стараться патроны экономить. Чисто так, на всякий случай. И лучше идти в атаку всякими окольными путями. Там слева зашел, посмотрел. Справа заглянул. Увидел, что ничего нет. Можно идти дальше и так далее. А может быть, из врагов что-то падает, а? И с тебя что-то упало, мужик? И с тебя ничего не упало. Что, кто там стреляет? Есть попадание? Есть попадание? Есть. А тама? Окей, тама было тама. Но он уже... Что? Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! По нам идут огонь! Разрытоточатся, мужики! Так, еще одного. Он мертв? Хорошо! Там у врага серьезные силы. За деревьями. Поэтому предлагаю просто пробежать вперед. Не вступать в открытое столкновение. Мы в проигрышной позиции. Высоту штурмовать таким маленьким отрядом, это будет очень-очень плохая идея. Поэтому давайте куда-то сюда лучше пройдем. Посмотрим, что у нас тут. Может быть, есть какой-то окольный путь, по которому можно пройти. И у меня хп восстановилось. Это здорово. Либо где-то была аптечка, я ее не заметил. И она подрегенила меня. Либо кто-то из наших бойцов меня подрегенил. И да, это моя, наверное, была вина, что враг нас заметил. Я как-то действовал не особо аккуратно. Хотел действовать аккуратно, но действовал неаккуратно. Тут никого? Так, опа! А кто это у нас там? Уже никого. Опа! Еще! Еще-еще контакт с противником! Есть! Экономия патронов идет нормально. Есть! Надо все-таки брать немного выше прицел. На такой большой дистанции. И посмотрите, друзья, из него что-то все же выпало. По-моему, это аптечка. Да, она меня подрегенила. Но мне бы... Боекомплект там кто-то еще был или мне показалось? Кто-то в нас стрелял? Так, а что у нас? Ага, нам нужно проникнуть в цитадель внутрь. Мне кажется, большой отряд атаки-то нам уже и не потребуется. Мы тут сами справимся со всем. Нашей маленькой группой. Все целые. Все здоровые. Никто пока не погиб. Потому что все удары я принимаю на себя, пожалуй. Так это и работает. Так, сюда можно зайти. Давайте посмотрим, что у нас тут. Пещера какая-то. Опа! Опа-па-па-па! Там никого? Там кто-то есть. Там их было двое. А ну-ка высунься. Короче, здесь у нас ангары лютые. И... Большая группа противника. Нас заметили, но ничего страшного. Там еще кто-то побежал. Опа, бежит, бежит, бежит. Двое. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу мы встряли. В серьезные неприятности. Есть, 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 есть. Пока живем. В лютые неприятности встряли. Я не думал, что здесь противников будет так много. Есть еще один. Ну и, по-моему, всех перебили на самом-то деле. А нет, еще наверху кто-то засел. Ну-ка. Так, кто-то тут еще бегает. Погиб отлично. Ну. В целом. Разобрались со всеми. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Откуда? Офигеть. Прямо перед лицом спрятался. Во дает. Что, еще кто-то есть? В кого вы стреляете? Там еще кто-то попрятался. Я думал, мы всех перебили. Просто если я погибну, миссия, наверное, будет провалена. Я бы не хотел ее проваливать. Когда мы зашли уже так далеко и... И вообще. Тут ничего не открывается? Так. Просто складские помещения. Какие-то койки. Почему они так высоко? Я не знаю. На них же будет неудобно просто забираться и спать. И прикольно. Когда заходишь в помещение, твои командос просто садятся на корточки и прикрывают тебя. Чтобы все было окей. Чтобы все было отлично. Молодцы. Просто красавчики. Так. Там была платформа. Подожди. Открывается дверь. Чего ж она не открывается? Там была платформа. И какой-то рычаг я видел на ней. Попробуем пойти туда. Можно ли эту платформу поднять? По идее, она служит для того, чтобы из подземных ангаров самолеты доставать. Да? Ты закатываешь туда самолет на платформу. Вон рычаг. И... Окей. Все. Активировать лифт, друзья. Такова миссия есть. Хорошо. Ну давайте, мужики. Сей сюда. Правда, пока мы будем ехать на лифте, мы буквально как на ладони. Бери, расстреливай. Не хочу, что называется. Наев активировать. Ну забегайте, забегайте. Никого из вас я забыть не хочу. Так, давайте я засяду где-нибудь за ящиками. Прикрываем друг другу спины. Так, чисто на всякий случай. Что-то мне страшно. Что-то я боюсь. Они даже не успели понять, что их поразило. Не-не-не-не-не-не. Мы поднимаемся наверх. На такой дистанции использовать оружие я не буду опасно. У меня осталось там тронов. Всего ничего. Так, мы наверху, друзья. Саботаж платформы. Что он туда бросил? А, это передатчик, наверное. Дымовуха. Все-таки. Я думал передатчик, чтобы вызвать наши основные силы. Упс. Катсцена отсутствует. Но не волнуйтесь, она будет добавлена в будущем. Хорошо. Команда Талон сажает взрывчатые вещества на платформе. А, вот та платформа. Она шевелится. Она обвалилась, друзья. Платформа обвалилась. С нее должны были запускать самолеты. А теперь воздушная посадочная полоса уничтожена. И мы можем спокойно штурмовать их цитадель основными силами. Но поехали. Так, а чем у нас за машина? Броневик. Есть попадание. Есть попадание. О, о, сптуров начинают обстреливать люто. Но мы зато прикрываем, друзья, пехоту. Весь удар приходится на нас. А, что-то мне страшно на ней ездить. Что-то она не особо бронированной выглядит. Еще и перезарядка долгая. Ну нафиг. Я покидаю транспорт. Она сейчас вот-вот взорвется. А, мне ноги прострелили. Мне прострелили колени. Джон! Мне прострелили колени. Так, захватить бункер. Западные и восточные. Лютая. Вот тут начинается лютая резня уже. Там кто-то есть? Нет. Да, из калаша, конечно, в этой игре стрелять то еще удовольствие на самом деле. У меня граната хоть есть? А я могу команду отдавать. Но зачем? Так, захват бункера пошел. Но мне что-то неуютно. Блин, в дыму. Вроде как и он и полезен. Что нас не видно. С другой стороны, я хочу здесь забраться. А я не вижу, куда я стреляю, блин. Серьезно, я не вижу, куда я стреляю вообще. Не хватает прицельных приспособлений каких-то более нормальных, чем просто мушка. И отдача лютейшая. У калаша лютая просто. Максимально. Так, тут есть кто? Живой? Нет? Ну все, бункер западный принадлежит нам. Отлично. Да, отличная работа. Мы захватили западный бункер. Теперь нужно сфокусироваться на восточном бункере. Нам что, снова дадут нового персонажа? Давайте. Так. Ха. Снайперы. Ну, за снайпера можно поиграть. Почему бы и нет? Я и не против. Попал? Есть. Ну, за снайперкой особо я в игру никогда не играл. Поэтому, вероятно, у меня будут проблемы. Но я не буду ныть. Я буду просто делать свою работу грязную. Пока никого из врагов не вижу. Спасибо. Спасибо, мужики. Почему они всегда дымовуху кидают передо мной? Они хотят как лучше, а получается как всегда. Нифига они носятся. По ногам. По ногам. Выше, выше надо брать. Есть. Он даже меня не видит. Но с такого расстояния я не так уж и плохо стреляю. Мог бы стрелять хуже. Так, где? Есть. Есть. Главное пулеметные гнезда снимать. Оттуда больше всего урона идет. Из бойниц. Они так обстреливают наших ребят, что просто не пройти. А если аккуратненько издалека, пока они меня не видят. О, наши тут тоже есть. Я думал, наши все еще тут. Молодцы. Если издалека аккуратненько отстреливать, пока нас не видят. То мы сильно помогаем нашим ребятам. Э, кто? Что, у них тоже снайперы есть? Или меня просто шальная пуля задела? Не ясно. Там кто-то есть. Кто там стреляет? Вы его сняли или... Тихо. 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 Тихо, тихо, тихо. Прикольно, что револьвер разбивает с ног, но не ваншотает. И даже с двух выстрелов не всегда убивает. Ладно, полезная вещь, такс. Что-то я не могу нормально стрелять. Давай, поднимайся. Еее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну прорываемся. Обошли бункер, можно сказать. Не пошли в лоб его заштурмовать, атаковать. И это хорошо. Посмотрите, мы теперь наверху и... Просто бери и занимай. Враг, я думаю, где-то здесь, внутри. Что, нет никого? Наши снайперы тоже хорошо отработали. О-о-о-о-о-о. Ладно, я не буду стрелять за пулеметом. Я просто помогу. Э-э-э, ребята, ребята, вы захватываете бункер-то. Откуда он ведет огонь? А откуда ты стрелял? Как будто бы... Там кто-то сидел. Но там никто не сидит. Во дела. Во дела, лютые. Такс, отлично. Орел захватил восточный бункер. Прекрасно. Давай. Оба. Ай-яй-яй. Тебя звали приключения, а потом Саня пришел и прострелил тебе колени. Так уж бывает. Что подальше? Захватить двор. Это где? Ой, это туда. Блин, я просто не хотел играть с винтовкой больше. Я думал, меня снова отправят... Ну, как с винтовкой? Это тоже винтовка. Просто автоматическая. Короче, меня с автоматом отправят дальше сражаться. А нет. Посмотрите, друзья. Все еще с винтовкой. И нам нужно захватить двор. Только как туда попасть? Что ж, живой еще? Добили. Можно попытаться тут где-то обойти как-то. Либо пойти вон туда. Но туда далеко бежать. А да, друзья. Здесь тоже есть мост. И раз у нас спецгруппа, то я предлагаю работать по спецовому. Опять же, мы обойдем тут. И зайдем внутрь. По подъему. И тут особо врагов-то и нет. Никаких часовых, никого. Просто бери заходи. Ага. Бери, заходи, кто хочет. Ну, я и хотел, я и зашел. Там еще кто-то был. Ага. Что, еще кто-то хочет встать за пулемет? Колчан. Еще. Еще желающие есть. Да уж. Ворота безопасные. Это хорошо. Заходим тогда. 140 метров, друзья. Я думаю, что это финишная прямая этого вторжения. Этой нашей атаки. И, может быть, добавились еще какие-то сюжетные миссии. Было бы здорово. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу. Воу. Так, ладно. Это было просто воу. Люто. Вот и я не успел, да. И прятаться было-то особо негде. Ха-ха-ха. Жестко. Вот это было жестко. Вот это была лютая засада. Плюс подстава. Плюс жестко. Ну, а с калашом бежим дальше. Ладно. Я как раз хотел с калашом побегать. Я с ним и побегаю. Просто на энтер я не могу выбрать место высадки и другое оружие. По сюжету тут что дают, то дает. Ух ты. Ух ты. А что ты сидишь-то? Дядя. А что ты уселся-то? Я не понимаю. Тебе особое приглашение нужно или что? Ты знаешь, что делают с такими, как ты? Так, ладно. Мы внутри. Что, все? Больше никого? Они все это время ждали, пока я приду просто и положу вот этих ребят, которые стояли у входа. Сами они при этом на штурм не шли. Очень странное решение. По нам стреляют. Так, кто, 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 кто? Сховались, блин. Отовсюду, понятно. Это ловушка, друзья. Самая настоящая. То есть, ты такой думаешь, ага, я пришел. Флаг никто не охраняет. И тут слева, справа, здорово. Как дела? Мы захватили двор. Что дальше? Четкий двор. Двор четкий. Очень. Очень четкий двор. И оборона у них там хитрейшая. Четкая. Ну, нормально. Хоть кого-то получается из халаша обстреливать. Сзади. Сзади. Видимо, на той точке кто-то появляется все еще. Хотя не должен. Мы же прошли это место. Мне кажется, четкий двор имеется ввиду зачистить двор. Попробуем так и поступить. Потому что там есть, что зачищать. Врагов много. Где вы? Есть. О, встал. Ну, все. Зачистили, получается. Двор наш. И он четкий. Ну, выходит, мы всю вражескую базу-то и захватили. Да, не без потерь, не без проблем. Но она принадлежит нам. Это здорово. Ворчун. Требует еще команды. Это еще не все, получается. Нужно найти путь в подземный ангар. А, так я знаю этот путь. Вот он. Так. А, нет, здесь заблокировано. Хорошо. Я знаю другой проход в подземный ангар. Можно либо на лифте спуститься, либо просто спрыгнуть в шахту лифта. Либо через тот проход, с которым мы шли. Через который мы шли с нашей спецгруппой. Подождите, грязи. А. А, вот так даже. А, вот так даже. Ну, занять позиции. Сейчас он пробьет, получается, ворота. Я готов. А, складываться за нарушение. Хорошо. Я думаю, мне нужно стать где-то тут. Занять позицию, типа. Как только ворота будут открыты, я могу сразу вести огонь, да? А, ты не будешь стрелять, ты просто... Спасибо. Минус наш чувак. Слоу-мо! Слоу-мо! Красота! Это было красиво! Это было как в Call of Duty каком-то. А, чё, это ты встал? Мы друг друга убили? Он люто встал и... Офигеть, а можно мне подхилыч? Мне бы подхилыч какой-то. Подхилыч, мне бы подхилиться... Пожалуйста, мне бы подхилиться. А, катсцена отсутствует. Всё-таки зачистили и ангар. Жаль, что нет катсцен. Они были бы здесь прямо вот очень к месту. И было бы здорово посмотреть. Что, где, как и почему. Но, видимо, будут в дальнейшем дорабатывать. И окей. Солдаты приближаются к обломкам в дальнем конце ангара. Что они находят? Вам придётся подождать, пока не будет сделана заставка. Спасибо, что попробовали эту миссию. Это всё ещё вип. Так что ожидайте, что с течением времени всё будет отполировано. Ха-ра-шо. Получается, на этом миссия закончена. Потому что больше я ничего сделать не могу. Заставка идёт очень... Долго. И написано, что спасибо, попробовали эту миссию. Молодцы. И, как бы... Думаю, это конец. Ну, посмотрим. Может быть, есть ещё похожие миссии. Было бы очень здорово. Так, ну, вот она. Крутая история миссии. Этот русификатор накатил небольшой, чтобы было понятнее. Ну, и тестирование транспортного средства. Эх. Хочется всё же посмотреть, что это за миссия. Я тут никогда не был. Тестирование транспортного средства. Я смогу, типа... Ага, у меня тут со Звёздных Войн всё ещё стоят штуки. Ну, давай, развертываемся. Развертываемся. Я бы на самолёте полетал. Опа, нифига. Это что такое? Какая-то мортира. А я ничего такого не видел раньше. Это вроде бы как бы танк, но в то же время... Что у него со стволом? Такой обрезанный, будто мортира, и правда. Там у нас противовоздушная система стоит. А где наши все бойцы? А, тут никого нет. Это просто и правда тестирование транспорта. Я думал... А самолётов нет? Потестировать. Я бы на самолёте полетал. Я никогда особо... Не летал на них. Ладно, похоже, тут тестируется всего-навсего физика машин. Это прикольно. Ну, а на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч. Удачи и берегите себя. Пока, друзья. Счастья вам. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...